Студенты Сарфатыни Яумифи и сотрудники ядерного центра получили отличную возможность совершать научные открытия в области зондовой микроскопии и физики поверхности. В торжественной обстановке в институте открылась новая лаборатория. Она находится на самом переднем крае науки. Как отметили присутствующие на церемонии гости, перед теми, кто будет работать на новом оборудовании, открываются перспективные направления. Очень перспективное исследование, особенно в области микроэлектроники, наноэлектроники. Как это ни пространно прозвучит, но и физики ядерных зарядов, потому что происходит старение материалов, и физика старения материалов в Плутоне, она интересует в первую очередь разработчиков ядерных зарядов. После торжественных речей и перерезания ленточки заведующей новой лабораторией Максим Дококин рассказал гостям об исследованиях, которые он будет проводить на этом оборудовании. Уникальный зондовый микроскоп – главная составляющая новой лаборатории. С его помощью можно рассмотреть структуры и элементы вплоть до атомного разрешения. Прибор измеряет несколько показателей одновременно – механику, электрические или магнитные свойства. Он может работать в любых условиях – в вакууме, на воздухе, в жидкой среде. Он может работать и с твердым телом, и с биологическими материалами, и с клетками живыми. То есть это все, например, для живых клеток можно здесь установить нагреватель, и, соответственно, они будут в среде при температуре человеческого тела находиться. То есть можно их мерить непосредственно в том состоянии, в котором они живут. То есть можно мерить и ткани живые. Максим Дококин последние 10 лет занимается зондовой микроскопией. В САРФТ он преподает с 2018 года. Ранее работал научным сотрудником в университетах США и Японии. У Максима есть свои разработки для исследований мягких материалов на намасштабе. Например, с помощью нового оборудования можно будет очень быстро обнаруживать раковые клетки. Использовать так называемые физиомаркеры. То есть вот есть биомаркеры, анализы крови сдают, а есть физиомаркеры, когда какое-то физическое свойство, оно может классифицировать что-то, как, например, заболевание или что-то. И вот было показано, что как раз если мы посмотрим на поверхность раковых и нормальных клеток, и потом применим как раз сейчас популярная тема машинное обучение для анализа этих данных, то получается где-то порядка 94% точность определения рака. Новый микроскоп модульный, то есть можно добавить новые методики, расширить исследования. Тестовые работы на приборе уже начали проводить. Екатерина Пенова, Евгения Швецова, Евгений Зыбин. Служба новостей Саров-24.